А перед Новым Годом мы решили обновить магазин, теперь он работает еще лучше и удобнее. А также мы запустили просто нереальную распродажу, и теперь все самые крутые новинки ты можешь купить реально за копейки. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик, сегодня поиграем в GTA 5 онлайн и посмотрим новенькое обновление. Взял вот эту тачку, которая очень сильно похожа на E30, посмотрел уже у некоторых видео, кто ее тюнинговал. Вроде как полно вариантов для тюнинга, но мне стало реально интересно, хочется попробовать, как оно. Как оно на самом деле, как эта тачка себя поведет, сейчас попробуем доехать, не разбив ее. Кстати, стоит она 600, по-моему, с чем-то, с учетом того, что я практически все деньги свои потратил, достаточно дорого, но в целом надеюсь, что оно того стоит. Сейчас доедем и посмотрим. Так. Тихо, 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 успокойся. Да успокойтесь вы, блин, вы что, с ума посходили здесь, и что они так ездят, дерганы как-то? Так, попробуем сейчас сюда заехать и увидим, что там да как. По-моему, здесь она должна тюнинговаться, то есть в обычном, в обычной мастерской, без всяких там Бенни и прочего. Вот передок, как вы понимаете, не похож, а так сбоку, сзади очень сильно похоже, прям невероятно так, бампера. Передний бампер. В смысле? Серьезно? Просто другого цвета? Да бросьте. Так, карбоновый, марбоновый, здесь что отличается? По сути, вообще ничем не отличается. Решетка меняется, смотрите, и типа карбоновая губа добавляется. Здесь маленький кулечек, и все? Да бросьте вы, ладно, так не может быть. Не, ребят, ну это что-то несерьезное. Ну вот этот можно, конечно, взять, но он прям... Блин, я разочаровываюсь уже. Что-то я немного разочаровываюсь. Так. Подождите, а стандартный такой у нас, да? А задние бампера? Чем отличаются задние бампера? Ничем, мазефака, ничем просто. Тем, что можно в цвет другой покрасить. Шаська. Это у нас салончик, собственно говоря, и каркас безопасности. Ну, чисто вот такой можно взять. Ну, вот такой, да. Без разницы, за тысячу с чем-то нормально. Движок можно брать, да? Движок можно. Глушитель, давайте посмотрим. Чем вот этот отличается от стандартного? Объясните, чем они, блин, отличаются? Они одинаковые вообще. Да лол, да почему, почему она такая галимая? Почему они сделали настолько все? Блин, это отвратно. Серьезно? Могли бы хотя бы расширить или побольше, типа, предложить. Блин, это свинство, пацаны. Это реально свинство. Ну, хотя бы вот так мы сделаем капот. Такой приоткрытый, типа, да? В таком японском стиле. Че еще есть? С жабрами, карбоновой с жабрами. Вот с такой хреновиной. Блин, да бросьте. Ну, ну, черт возьми, ну, рок-стар, ну, какого хрена? Я, посмотрев видео, да, мне казалось, что, черт возьми, это реально круто, что-то реально крутое. Нет, ксенон здесь нафиг не нужен. Раскраски. Ну, давайте вот раскраски посмотрим. Может быть, раскраски как-то смогут вывести общую ситуацию. Как-то вот исправить ее. Вот смотрите. Вот она же офигенно выглядит вот в такой вот ржавый, такой red look стиль. Очень круто. Давайте начнем все-таки с этих, как называется, с дисков, да? Хотя тут на крыше еще что-то есть. Так. Антеночка. О, на стиле типа такая, да? Слушайте, а вот почему нельзя несколько всего сделать? Я бы очень хотел, допустим, я бы хотел полоску установить. Она круто смотрится. А еще я бы хотел установить вот эту штуку. Она круто смотрится. Но это нельзя сделать все вместе. Пороги. Ну, ну, это стремно. Так, сполерок. Вот этот реально эмочный сполерок такой. Сейчас посмотрим еще какие есть. Ну, вот это колхоз. Это какой-то колхоз. Это огромные лавки просто, которые были старые их. Но эмочный поставим, такой стандартный. Так, ну что. Переходим мы, наверное, все-таки к дискам сейчас перейдем. Подвеска есть, трансмиссию тоже поставим. Так. Турбо-наддув. Хорошо. Колеса. Вот теперь колеса. Давайте попробуем найти какие-то колеса. Так. А есть ли у нас... Блин, я купил случайно. Где нормальные? Нет, нет. Тут что-то нету. Может в хроме есть? Нету, нету, нету. Так, эксклюзивчики. Ну, такое себе. Вот эти может быть. Сюда бы, наверное, круто зашли диски с полкой. Так, лоу я смотрел. Спорт вряд ли здесь будет норм. Хотя, может быть... Сейчас посмотрим, что по спорту есть. По идее, сюда спицы, наверное, зашли бы неплохо. Может быть, даже какие-то вот такие. Довольно сложно, честно, подобрать здесь какие-то грамотные колеса. Но спицы на BMW всегда неплохо смотрелись вот на старых этих бимерах. Вот такие вот, да, как бибески. Похожи на бибески. Вот эти диски. Давайте их возьмем. По поводу цвета. Сейчас посмотрим, что мы можем посмотреть. Наверное... Наверное, черный, я думаю, что будет таким оптимальным вариантом. Черная сталь и... Просто черный. Да. Так, стекла. Немного тонировочки. Вот так вот. Средняя такая тонировочка. И давайте перейдем все-таки к покраске. Раскраска. Итак, смотрим. Это у нас позер. Ну, оно и понятно. Вот эта ржавая такая тачка. Но, честно, она на видео выглядит гораздо лучше, чем здесь в игре. Она в игре вся блестит, лакированная. Я думал, она будет такая, типа, полуматовая. Так. Ай! Вообще, смотрите. Акула вот эта. Классная. Ну, это же, блин, ну это Е30. Это что такое? Аниме какое-то. Ну, в принципе, раскраски, да. Раскраски есть более-менее интересные. Вот эта прикольная. Фукару какая-то. Ну, что-то в этом есть, да. Ну, вот это, конечно, вот это бомба, мне кажется. Давайте вот эту возьмем. Единственное, сейчас посмотрим мы... Так. Основной цвет. А-а-а! Подождите, так... Вот оно что, вот оно как, ребята. Вот оно что. Можно, короче, менять. Так, красный, оранжевый, желтый, зеленый. Можно матовую сделать. То есть, можно взять ту ржавую и просто ее покрасить. Она будет матовая. Я думаю, что красный. Только вот насчет матового я не уверен. Но, в принципе, наверное, и неплохо. Да? Потому что другие цвета какие-то, ну, непонятно. Белый прикольно, но на белом как-то все это немного теряется. Вот на красном неплохо. Сейчас посмотрим. Перламутровый. Для этого нужен металлик. Сейчас посмотрим, как с металликами это будет все смотреться. Вот с красным металликом. Блин, ну, тоже классно, если честно. Тоже здорово выглядит. Что касается дополнительного цвета. Это где? Вот что у нас идет дополнительного цвета. А, понятно, что идет дополнительного цвета. Но здесь только черный должен быть. Потому что у нас, видите, маски на этих, на фарах. Они такого черного цвета. Так, цвет обивки. Ну, обивка, пофиг какого, может быть, тоже красного. Крыша, продать пороги, спойлер, подвеска, трансмиссия, турбина, колеса, стекла. Ну, в принципе, все. Что, поехали прокатимся? Ну, развал бы добавили, было бы вообще четко. Представляете, типа развал можно было бы сделать еще. Вот это была бы жара, вот это я понимаю. Так, тут разбитые чьи-то мотоциклы стоят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фигачит она. Ну, так, приятно, кстати, фигачит. Добротненько. Сказать, что прям дрифт-кар, ну, наверное, нет. Наверное, нет. Но, в целом, неплохо, в целом, неплохо, конечно. Ей, довольно-таки быстро. Ну, не прям космос. Да, прикольная машина. Но, все-таки, мы в нее сколько втопили? То есть, 600 она стоит и втоплено в нее еще прилично очень. По звуку такое себе. Но выглядит, да, выглядит достойно. Выглядит реально достойно. В целом, ну, наверное, наверное, это, да, это неплохо. Да, серьезно. Могло бы быть лучше? Могло бы быть, гораздо могло бы быть лучше. Испытание тут какое-то началось. Ну, мне вообще пофиг. Испытание, не испытание. Я чисто зашел тачку посмотреть. Я надеялся, что она достойна внимания. Ну, в принципе, так вот, если отбросить все предрассудки, ну, неплохо. Правда, неплохо. Но ожидал я чуть-чуть, чуть-чуть большего, чуть-чуть лучшего. А не правда думаешь, что я все понял, что сказала мне ассистентка? Нет. Я ничего не понял. Так, ну что, ребят, на этом видео будет заканчиваться. Если вам понравилось, то смело ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Механик, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok